Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Легенды об элементе Первые мысли о возможности выполнить отжимания в стойке на одной руке у многих появились после прочтения книги Пола Уэйда «Тренировки заключенного» или «Тренировочная зона». Вкратце, там описывалась методика прокачки всего тела. История ведется от имени некого Пола Уэйда, который пробыл за решеткой 12 лет и практикой вывел уникальную систему прогрессий, которая поможет из новичка, никогда не тренирующегося, перейти к универсальному функциональному телу. За счет такой необычной подачи автора, в перемешку с тюремными историями о рекордах других заключенных, читателю открывается подробная универсальная программа тренировок. Верх тела, ноги, кор с минимумом оборудования, только пол, перекладина, лавочки и полотенце. В каждом движении, будь то отжимания, приседания, подтягивания, было расписано, как прийти от первого уровня до десятого. Нам понадобится тетрадь для записей, полотенце и турник. Ну и пол со стенами. Это есть у каждого. Этим автор и завлекает, показывает, к чему можно прийти. Десятым уровнем в отжиманиях, как раз будет отжимание в стойке на одной руке. Мы в выпуске разберем и увидим, как вариации с опорой ногами на стену, так и без опоры, и насколько это возможно. Уровни отжиманий. О вариантах тренировок отжиманий на одной можно почитать в самой книге, а их вышло целых три части с 2013 года. Мы же сейчас отделимся от книги и будем разбирать на реальных условиях и атлетах возможность выполнить такого отжимания. Давай рассмотрим, какая же сила нужна, чтобы выполнить это отжимание. Пока не будем брать во внимание необходимость дополнительно удерживать баланс. Чистая сила на примере толкания тяжестей. На моем канале Владерович, ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Наиболее приближенное движение из мира штангистов, это выжимание штанги над головой. Технически, это сложное и травмоопасное упражнение. При выполнении его стоя, большая нагрузка приходится на поясницу. Рекордсмен в этом движении, как мне удалось найти, это тяжелоатлет Дмитрий Клоков. Он пожал стоя штангу весом 180 кг, собственный вес порядка 105 кг и рост 1,83 кг. Но при таком весе в 105 кг, даже если бы он тренировал балансы и умел отжиматься в стойке на двух руках, то количество повторений можно было бы посчитать на пальцах одной руки. Чем больше абсолютный вес спортсмена к весу снаряда, тем больше килограмм он может пожать. В стритлифтинге на брусьях по этому примеру можно посмотреть на Матвея Златоверховникова, который сжал 195 кг на брусьях и почти пожал 200 кг. Собственный вес Матвея около 100 кг. Что же касается относительной силы, когда чем меньше вес атлета, тем в большее количество раз он может поднять вес относительно собственного. Чтобы были более понятны мои слова, давай посмотрим на таблицу рекордов толчка штанги. Атлет, который весит меньше других, он сможет толкнуть и меньше вес. Но если разделить вес штанги на вес атлетов, то получится, что самый легкий атлет может пожать на 3 своих веса, а самый тяжелый только чуть больше двух таких же. Для баланса стойк на руках нас, конечно, интересует больше атлет с весом поменьше. Почему вообще для отжиманий в стойке на одной руке мы сравниваем штангистов и их веса? Ну, если провести аналогию с подтягиваниями на одной, то там считается, что для выполнения чистого подтягивания на одной, нужно уметь подтягиваться на двух с весом более половины от своего собственного. Знаю некоторых атлетов, которые не учились подтягиваться на одной руке попытками, а прогрессировали в подтягиваниях на двух с дополнительным весом. И потом была сила вытянуть себя одной рукой к перекладине. Примерно когда они доходили до 60% от своего веса. Если в стойке на одной руке мы должны выжать вес своего тела, то для примера силачи старой школы, такие как Петр Крылов, в начале 1900-х мог пожать 114 кг левой рукой. И в других исторических источниках я находил 127 кг. Собственный вес Крылова был 88 кг. Да, здесь получается, что одной рукой он жал больше, чем собственный вес. Но смог бы он при тренировках балансов отжаться на одной руке в стойке. Более подробно разберем анатомию отжиманий на одной немного дальше в сюжете. Существовал ли в реальности автор книги «Тренировки заключенного»? Пол Уэйд – это хорошо продуманный персонаж. Этот герой был прототипом американских заключенных, которые могли тренироваться где угодно, когда угодно и с чем угодно. Разумеется, в условиях своего дневного графика и на территории зоны. Назвать автора Полом Уэйдом – это очень интересный и маркетинговый ход. Ведь доступность упражнений, простота прогрессии, минимум оборудования – это то, что привлекало американских читателей. Книга быстро разлетелась по штатам, и сейчас уже все три части переведены на русский язык и доступны к прочтению. Где почитать эти книги в русском варианте? Смотри источники в моем телеграм-канале Владерович. Анатомия. Разбор отжимания. Хоть раньше на примере штангистов мы выяснили, насколько важна сила, но все же, что тренируем, то и получаем. Поэтому вернемся к целенаправленным отжиманиям в стойке. Вот что говорит логика и здравый смысл. Чтобы научиться отжиматься в стойке на одной руке, нужно уметь три вещи. Удерживать себя в статичном положении в нижней позиции на одной согнутой руке. Удерживать себя на промежуточных позициях на согнутой руке. И научиться делать негативные опускания с ровной руки. Нужно понимать, куда будет смещаться центр масс, как балансировать ногами, разворачивать локоть и прочие нюансы. Разумеется, чтобы приступить к обучению, базово нужно уверенно уметь стоять на одной руке более, скажем, 30 секунд. Уметь заходить в стойку разными силовыми вариантами. И отжиматься в стойке на двух руках без опоры со своим весом и с дополнительным в жилете утяжелители на 80 раз. Ведь тут не так важно количество, а именно сила. Если рассматривать пример отжиманий в стойке на двух руках, то нагрузка распределяется равномерно и движение можно назвать естественным. Что же происходит, когда мы переносим вес на одну руку? Меняется центр масс, тело уже не будет в настолько ровной линии и нужно отклоняться. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или нужна помощь в развитии своего ютуб канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мою мини-книгу по воркауту для начинающих. Кто умеет это отжимание? Что-то подобное выполняют в брейкдансе, когда из упора локтем в живот крокодильчика, по инерции выжимают себя в стойку, как вот этот парень. Наверняка есть и более силовые варианты, но я не нашел таких роликов. Думаю, воркаутеры с ограниченными возможностями в ногах, которые практикуют горизонты, стойки, могли бы задаться целью и попробовать это сделать в стойке на одной. Вес у них будет меньше обычного, но это тоже вопрос. Подобные отжимания, конечно, можно сравнить с отжиманиями в планше на одной, но все же тут совершенно другая нагрузка. Ближе всего, на мой взгляд, приблизился к силовому исполнению Артем Морозов из школы воркаута. Вот так выглядят его попытки, где он придерживается пальцами, и видно, что силы у Артема много, но, думаю, недостаточно, чтобы попробовать сделать негативное опускание на одной руке. И плюс нужно совместить это все с балансом, в котором он мастер, но он максимально близок. Если взять отжимания с опоры на стену, как говорится в книге Пола Уэйда, то к такой прогрессии прийти более реально, и тут уже нужна только сила. Хоть в книге есть только фото, но на ютубе достаточно много атлетов, которые на видео смогли отжаться в силовом стиле на одной руке у стены. Я еще в 2013-м читал первую книгу Пола Уэйда. Она помогла мне в важном моменте на том этапе. После ее прочтения я осознал, насколько важен тренировочный дневник для прогресса. И на следующий день после того, когда читал книгу, я начал его вести. Хотя на тот момент я уже 2 года тренировался, а после начала ведения дневника я заметил, как мой прогресс ускорился. К концу того года я был в лучшей форме, мог отслеживать и контролировать прогресс. То, что мы не можем измерить, тем мы не можем управлять. Просто попробуй. Я не так давно узнал, что автор книги Пол Уэйд, это вполне реальный живущий атлет. И никакой он не заключенный. Братья Дэнни и Эл Кавадла являются авторами этой серии книг. Их видео многие наверняка видели на ютуб. С чего я это взял? Если посмотреть их ролики на ютуб, ознакомиться с книгами, которые они продают на своем сайте под другими названиями, то можно провести четкую параллель между системой тренировок Пола Уэйда и братьев Эль Кавадла. Родом они из штатов, кажется, Бруклин. На той площадке часто еще занимались команда Барбарианс. Кроме того, во второй и третьей книгах, большую часть иллюстраций для примеров, Пол Уэйд берет из фотографий братьев Кавадла. Ну, а на третьей книге на обложке и вовсе изображен один из братьев. Кавадла не признаются в этом по понятным причинам. Так книги лучше продаются, когда есть такие загадки для читателя. Все истории в книге красиво рассказаны, завлекают и легко читаются. Да и в целом применимы на практике для начинающего среднего уровня в тренировках. Скучно не будет. Я думаю, что если опираться на существующую теорию анатомии элемента, то выполнение отжимания в стойке на одной руке без опоры невозможно. Но главное нужно помнить, что любой спортивный рекорд, который устанавливался единичными атлетами в спорте, которые верили в свои силы и действовали. А позже же в это верили и другие атлеты и повторяли. Выполнят ли этот элемент когда-то? Как знать, история покажет. Быть может, это будешь именно ты. Моя мотивация делать подобные сюжеты, это твоя реакция. Поэтому жду твой лайк под видео, нажатый колокольчик и пиши мнение о выпуске в комментариях. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владерович. Разбуди в себе атлета.